добрый день так у меня час насколько я помню тогда я буду стараться уложиться ровно есть одна маленькая проблема которая выяснилось только что что почему-то несовместимость powerpoint не дает запустить именно powerpoint поэтому обойдемся без каких-то фильмов или я их попробую запустить отдельно это единственная проблема которая у нас будет итак солнце и гелиосфера но поскольку мы все люди тут серьезные то я немножко начну с рассказа о том о минимуме необходимой математики которая нам будет может быть нужно о том что такое плазма и вообще какое отношение плазма имеет к солнцу и гелиосфере о том как у нас влияет гравитация и магнитное поле на все наши действия строения солнца чуть-чуть остановлюсь или может не совсем чуть-чуть посмотрим как по времени будет солнечная атмосфера из чего состоит как действует вспышки солнечный ветер строение гелиосферы и собственно говоря то что у вас идет на курсе астрофизики частично это взаимодействие солнечного ветра с магнитными полями планеты с планетами вообще как таковыми то есть его влияние и зачем все это надо но поскольку я все-таки вынужден буду показать какие-то уравнения мы здесь на школе с вами не совсем отдельно как бы не те люди которые которым надо давать все без уравнения лишнее уравнение упрощает усложняет понимание очень сильно то я просто введу некоторые определения абсолютно не математические но нам и хватит и физически они правильны то есть так не хочет ну ладно тогда буду мышкой показывать первое определение это то что у нас определение производной проще говоря это разность функции в двух ее значениях деленная на разность этих значений то же самое это что уже изучается университетах частная производная то есть если у вас функция зависит от двух переменных ну то есть например вы хотите сделать функцию от координат земли о земле то есть от широты и долготы то вас переменная широта и переменная долгота правильно любая функция например высота над уровнем море зависимости от координат то можно ввести такое понятие как частная производная когда у меня им только одну координату а вторую оставляем фиксирован вот все что нам этого будет достаточно того что есть все остальное я скажу отдельно и так немножко пару слов о том что такое плазма вот сразу переключусь на конец слайда то что у вас 99 процентов наблюдаемого вещества это плазма в космосе поэтому плазма она вездесущая что это такое понимать надо но вот ничего такого критичного нет это просто газ у которого участие ли у всех атомов ободрали электроны то есть это отдельно у вас газ ионов газ электронов и газ нейтральных атомов перемешанные между собой если атомов у нас нет то есть все ионизовано то это у нас называется полностью ионизованная плазма но и основная про основное то что есть у нас в плазме как я сказал она у нас вездесущая то есть это и солнечная атмосфера и земная плазма есть и собственно говоря пламя свечи ну или спичку когда вас зажжете тоже это тоже плазма и описывается как плазма и основные свойства то что у вас частицы разных зарядов если вы попытаетесь растащить электрон от иона то что он будет делать они будут притягиваться друг другу по силе кулона и пытаться восстановить свою нейтральность поэтому в целом вот что еще важно для плазмы что если вы возьмете достаточно большой объем то он у вас будет оставаться нейтральным то есть заряда там не будет количество электронов и количество ионов примерно одинаково и отсюда следует что поскольку у вас вот эти вот самые кулоновские силы то возникает множество интересных явлений и большая электропроводность то есть проводимость плазмы примерно такая же как проводимость меди то есть очень и очень хорошая она очень хорошо проводит электрический ток с чем это связано это связано с тем что у вас есть сила лоренц которая действует на ваш электрончик то есть закручивает его магнитном поле и получается что из-за того что у плазма очень высокая проводимость то это магнитное поле из нее не вытащить и она его за собой тащит то есть мы можем движение жидкости описывать на языке магнитных полей обратно изменение поля описывать на языке движения жидкости ну и собственно говоря я опущу вот эти все вещи то что еще было получено в тридцатые годы хансом альвеном одним из пионеров физики плазм это вот то самое явление мороженности о котором я говорил что плазма может со собой таскать магнитные поля отсюда сразу появляется три следствия которые я не буду доказывать но которые существуют что во первых у вас плазма может генерировать поддерживать магнитное поле это первое второе что движение плазма управляется магнитными полями обратно и то что диссипация то есть энергия у вас возникает переходит в какие-то другие формы происходит локально вот это нам тоже для солнца понадобится и на этом мы оставим но при этом если говорить о гравитации то гравитация у нас определяет все равновесие то есть когда мы говорим о движении планет вокруг солнца мы общению не знаем о том что у нас есть плазма и не знаем о том что у нас есть вещества и вообще если сравнивать энергию магнитного поля электрического с энергией гравитации то это разница примерно там надо в сто раз то есть энергия электромагнитных полей в сто раз меньше почему же они так важны потому что они дают те самые изменчивые явления которые у вас существуют в природе то есть это и соответственно вот красивая картинка вот это взрыв сверхновый это вот полярное сияние с космоса это соответственно солнечное пятно это над представление художника черная дыра которая поедает своего соседа то есть аккреция на черную дыру ну и в общем то то к чему мы с вами пришли то что нам надо то что гравитация это такое глобальное равновесие то есть это то почему у вас звезды шарообразные почему планеты вращаются вокруг звезд магнитные поля это вот то что изменчивость активное явление собственно говоря мы пришли к тому о чем хотим поговорить что у нас есть солнце у которого есть одиннадцатилетний цикл у которого есть активные явления которые нам надо понимать их важность опять-таки немножко отвлекая сторону я тут буду по ходу лекции отвлекаться сильно в сторону местами от солнца гелиосферы что почему я буду говорить именно о плазме магнитных полях проблема в том что у нас есть что в принципе мы можем строить какие угодно теории что угодно теоретизировать но пока мы что-то не померили и пощупали мы ничего от этого не знаем мы не можем подтвердить нашу теорию она остается гипотеза или чистой теории поэтому нам надо что-то померить основное что можем померить особенно от далеких звезд это исключительно излучение а дальше возникает такая вещь что любая частица которая у вас бежит с ускорением она излучает то есть если вы будете быстро бегать вот здесь кругами по залу то вы тоже будете излучать только вам на придется очень быстро бегать потому что вас масса довольно большая при этом частицы мы можем померить только около земли и на солнце что-то от пощупать и собственно говоря все что мы можем померить в основном излучение то в основном потоки частиц нам надо как-то частиц связать с токами с полями и совсем остальным излучение тоже и вот в общем то та наука которая изучает солнце и соответственно звезды активность на звезд она этим и занимается ну давайте перейдем к солнцу собственно говоря солнце это у нас по определению плазменный шар то есть шар состоящий из заряженного вещества который содержит в себе примерно 99 и 9 десятых процентов всей массы солнечной системы то есть все остальное это мелочь это вот там где-то далеко при этом по размерам ну поскольку у нас астрономия точная наука в которой все только по порядку величины определяется то давайте мы тоже примерно по порядку величины то можно просто сделать для себя такое в памяти заметку что солнце у нас 10 раз больше юпитера юпитер у нас 10 раз больше земли то есть на самом деле там относительно земли размеры солнца это 109 раз по диаметру ну где 100 где и 109 там примерно рядом при этом солнце у нас по химическому составу это 73 процента водорода 25 процентов гелия примерно 2 процента других элементов при этом средняя плотность солнца при где-то 1400 килограмм в кубическом метре чуть больше воды чуть меньше плотности земли который примерно пятерка ну то есть где-то вот не очень далеко при этом самое интересное что солнце это у нас классический пример черного тела физики вот физики они такие странные люди они черными телами называют назвали почему-то самые светящиеся объекты которые мы видим на небе то есть это звезды то есть любая звезда у вас светит примерно как черное тело ясно что это физическая абстракция но вот есть то есть для тех кто еще не очень понимает что такое черное тело откуда она берется физики я сейчас конечно скажу определение но не очень на это дело налегайте просто нам важно знать что солнце светит и любая звезда светит во всем диапазоне спектра начиная от радиоволн заканчивая гамма-излучением и вот это вот самое основное место где она светит определяется исключительно температурой нашего тела то есть температурой солнца ну и любой другой звезды что то же самое фактически по определению абсолютно черное тело это тело которое поглощает все падающее на него излучение но излучает соответственно все что за счет то только своей температуры это дело в свое время определил планк нашел которые собственно говоря и сделал кванта излучения получил получил функцию планк понятно что абсолютно черных тел природе существовать не может но в каком-то приближение они существуют и вот с излучением солнца у нас большая проблема значит как мы сказали солнце у нас светит во всем диапазоне спектр правильно а дальше наше существование на земле вот нам хорошо жить здесь потому что мы видим только радиоволны видим оптику все остальное наша атмосфера не пропускает но астроном конечно это не очень хорошо потому что вот там в рентгене измерения не провести хотя очень бы хотелось тут может быть не самая удачная картинка но извините из существующих она наверное более удачно показывающая что у нас проходит по излучению солнца то есть проходит вот этот кусочек вот он и проходит вот это вот видимый свет все остальное наша атмосфера поглощает а то есть чтобы изучить солнце в каких-то других диапазонах нам надо выйти за пределы атмосфер именно поэтому изучение солнца достаточно серьезно началось все-таки с космическими полетами они до этого до этого это было больше описательные какие-то вещи при этом у нас как я уже несколько раз успел сказать что солнце абсолютно на обычная звезда считается звездой третьего поколения то есть первые звезды они такие гипотетические никто их не видел не знает которые родились на самой заре вселенной второго поколения то то что могло дожить уже до нашего времени что-то из мелких звезд потому что чем меньше звезда тем больше у него времени жизни ну а солнце образовалось на том месте где уже не на том месте извините образовалась в районе там где уже были какие-то старые звезды которые закончили свою жизнь собственно говоря по эволюции по некоторым теориям считается что толчком к образованию солнца послужил близкий взрыв сверхновой который возмутил вот это вот самое облако и получили звезды при этом мы живем на абсолютно на краю галактики можно сказать в спальном районе да хорошо устроились можно сказать то есть далеко от центра но при этом мы находимся в местном межзвездном облаке области повышенной плотности который в свою очередь расположен в области пониженной относительно средней галактической плотности в местном пузыре поэтому вот к сожалению это нам немножко мешает изучать то что сейчас называется астросферы то есть области аналогичной гелиосфере вокруг других звезд потому что условия в межзвездной среде определить очень сложно а взять аналогию что мы находимся вот они находятся в таком же положении не очень получается потому что мы находимся чуть-чуть другом положении при этом солнце вращается вокруг центра галактики со скоростью очень хорошие 200 километров в секунду вполне себе то есть она галактику огибает я щас боюсь ошибиться считать не хочется поэтому давайте я не буду говорить число там что-то миллион десятки миллионов лет получается меньше 10 по 5 что такое но можно посчитать я уж извините не буду это делать при этом собственно говоря подтверждение того что солнце родилось вот в таком вот облаке это то что у нас существует области образования звезд вот это вот самая туманность орла то есть так называемые темные туманности молекулярные облака то есть очень холодные облака которые дают возможность образования но сильно говорить об образовании солнца я не буду потому что извините времени тогда у нас не хватит этого часа это тема отдельной лекции которую можно рассказывать долго и достаточно занудно но самое главное что после образования солнце прожило примерно половину своей жизни то есть ему четыре с половиной миллиарда лет и собственно говоря еще проживет примерно столько же после чего чтобы уже не останавливаться поскольку масса солнце не такая уж большая то она она станет красным гигантом потом превратится в белый карлик останется вокруг планетарная туманность кстати опять таки с планетарными туманностями это вот такая прижившаяся ошибка астрономов что когда смотрели на туманности на планетарные туманности то думали что это облака из которых рождаются планеты на самом деле планетарные туманности к планетам не имеют отношения совсем это то что от осталось после смерти звезды но название прижилось поэтому с названием мы существуем но дальше этот белый карлик будет существовать еще очень очень долго просто время жизни белого карлика порядка не меньше где-то 15 миллиардов лет после чего он становится черным карликом черных карликов мы не видели по абсолютно прозрачной причине не можем увидеть по какой правильно возраст вселенной меньше хорошо одно из основных вещей почему мы можем знать что происходит на солнце это то что мы видим проходящий из него нейтрино что такое нейтрино я еще скажу но вот это вот фотография солнца в портрет солнца в излучении нейтрино то есть вот солнце собственно говоря вот та самая черная точка в центре а все остальное это так съемка точнее модель нейтринного излучения которая существует вокруг солнца но давайте немножко перейдем все-таки к строению я уже много чего говорил много чего наговорил повторять я тут сильно не буду кроме того что радио солнца составляет примерно 696 тысяч километров масса солнца примерно двойка сзади стоят 33 33 нулей если в килограммах важно то что солнце у нас поверхность вращается дифференциально что это такое то сейчас скажу но смысл такой что разная угловая скорость на разных широтах и то что еще важно что солнце светит очень устойчиво то есть вот эта вот штука это излучение солнца на квадрат поверхности на орбите земли то есть мы просто берем квадрат поверхности за атмосферой квадратный метр и смотрим сколько через него проходит излучение да да там делается и в разных диапазонах но это в целом и вот эта вот вещь она достаточно постоянно в зависимости от солнечного цикла я уже сказал это слово ну дальше повторю что это такое солнечное постоянное меняется меньше чем на процент при этом солнечный цикл нам очень важен опять-таки почему я скажу попозже ну и собственно говоря не мудрствуя лукаво когда строили модель солнце назвали стандартной моделью то есть стандартных моделей физики по моему их штук пять есть этой модель частиц есть стандартная модель там еще где-то стандартные модели встречается у солнца тоже стандартная модель уж извините фантазии не всегда работает адекватно в итоге мы можем найти понятное дело среднюю плотность солнца очень легко то есть поделить массу солнца на его объем а дальше из просто из условия гидростатического равновесия то что у вас я думаю всех уже было по физике мы делим солнце на две половинки и смотрим как они притягиваются друг другу и считаем давление просто делим силу притяжения на квадратный метр получаем что давление в центре солнца из таких простых оценок должно быть примерно 10 миллиардов атмосфер дальше вопрос зачем нам это надо вот если наша стандартная модель дает какие-то похожие значения то скорее всего наша стандартная модель верна вот если бы она там давала например на пять порядков больше то значит извините либо модель неверно либо вот где-то здесь мы что-то не то насчитали то есть простые оценки они должны быть рабочими они всегда работают собственно говоря опять таки из этих соображений берем уравнение идеального газа просто поскольку r я использую как радиус а я думаю с физики r была газовая постоянная газовая постоянная была обозначена буковкой а то есть это 863 которые то получаем температуру в центре солнца примерно 10 миллионов градусов ну и давайте посмотрим что нам дает наша стандартная модель я уж не стал описывать большую таблицу просто в виде графика вот этот график температуры то есть центре солнца стандартная модель дает 15 миллиардов градусов ну как бы близко по порядку величины мы совпали плотность порядка там ну чуть больше 100 грамм на кубический сантиметр излучение у нас все выходит вот в центре солнца температура падает поверхности то есть вот у нас все вроде бы хорошо и солнце исходя из этой модели делится у нас на три части это ядро зона лучистого переноса или вот лучистая зона мне не очень нравится название это калька с английского не очень понятно чего она делает лучистая зона зону лучистого переноса звучит лучше конвективная зона дальше солнечная поверхность это фотосфера и солнечная атмосфера то есть кромосфера и корона собственно говоря ядро начнем с ядра это то самое место где у вас проходят термоядерные реакции о том что внутри солнца должны быть термоядерные реакции это была гипотеза эдингтона еще в двадцатые годы точнее он говорил просто про ядерные реакции а в тридцать восьмом году ханс бета разработал модель собственно говоря получил за нее нобелевскую премию и считается что все звезды у нас светят по цепочкам которые разработал тот самый бета цепочки я полностью здесь не привожу потому что опять таки это кому нужно можете посмотреть справочники ничего сложного там нет но в целом что вам нужно знать что из четырех протонов у нас получается ядро гелия позитрон два нейтрина и два фотона то есть вот такая реакция вопрос который возникает резонно что что будет когда солнце съест весь попытается съесть весь водород внутри ядра то есть весь водород сгорит в термоядерном горении да кстати опять таки отвлекусь что опять таки термин горение термоядерное он неправильно ядре ничего не горит там происходит реакция но термин уже прижился то есть это термоядерная реакция это ничего там не горит на самом деле поэтому у нас получается ядро гелия что будет когда ядро полностью съесться все топливом на самом деле не надо думать что вот звезда типа солнца и любая другая она съедает все свое вещество потом либо становится белым карликом либо взрывом сверхновой заканчивает там нейтронной звездой или черной дырой свою жизнь нет на самом деле за время своего жизни водород который перерабатывается в гели это примерно 10 процентов всего водорода то есть это не не так много это не цел и цельная звезда именно поэтому из остатков потом можно собрать новую звезду формально но собственно говоря после выработки гелия у нас как раз и образуется тот самый красный гигант на земле термоядерные реакции человечество пока собственно говоря только в виде вот того что на правой картинке сумела сделать возможно по некоторым данным сейчас уже получили термоядерные реакции которые проходят лабораторий дают хотя бы нулевой выход то есть имеется ввиду затраченная на них энергия хотя бы реализуется и дает нулевой выход но вот и тер как пропагандируемый самый большой термоядерный реактор нынче который если и когда он будет построен если и когда он заработает там международный проект то считается что он даст вот термоядерную реакцию с положительной обратной связи то есть энергии мы будем получать больше чем затратим тогда у нас будет энергия достаточно чистая то есть производится без ядерного распада не будет радиации жесткой ну и собственно говоря мы получим какие-то плюсы вот тут может не очень хорошо видно вот это вот изображение человека относительно и пера сирененькая маленькая черточка вот внизу но пока он еще будет достроен так что пока можно говорить что мы мы ждем вообще отвлекаясь в термояди существует такая константа равная примерно 20 лет что 60-е годы говорили что через 20 лет у нас будет управляемый термоядерный синтез 80-е годы говорили то же самое 2000 тоже поэтому вот вопрос когда у нас будет термоядерный синтез это вопрос ну и немножко про нейтрина про которые я говорил я немножко скачу потому что времени не так много нейтрина собственно говоря стихотворение джона абдайк она полностью определяет что такое нейтрина то есть эта частица которая практически проходит через все поймать ее нереально практически нереально то есть у вас у любой молекулы любого атома например вот здесь атома газа есть для нас свободного пробега правильно то есть между столкновениями сколько у вас в среднем частица может пройти так вот длина свободного пробега нейтрина если бы мы взяли нашу землю вытянули в длинную длинную трубку или сделали точнее даже не длинную трубку сделали такой же плотности трубу заложенную вплоть до нашей ближайшей соседки проксима центавра тот по веществу такой плотностью то есть пять с половиной грамм на кубический сантиметр вот этот был длина плать про свободного пробега нейтрина в этом веществе то есть вот тогда бы мы могли поймать все нейтрина которые выходят от солнца но опять таки то что нейтрина почти неуловимы это позволяет нам их все-таки попытаться поймать вот это вот один из нейтринных телескопов это большая большая колба с тяжелой водой которая находится в заброшенной шахте и в общем по ней наблюдают приходы нейтрина в том числе солнечно сейчас вот есть байкальская обсерватория которая заработала к сожалению у меня нет картинок вот собственно говоря подтверждение того что у нас нейтрина почти ни с чем не взаимодействует то есть поток которые нейтрина который проходит примерно через каждого из нас в течение одной секунды это где-то в районе вот 10 миллиардов нейтрин но мы их не видим но в общем то вот это вот самый отлов нейтрина послужил подтверждением что да у нас центре солнца есть термоядерная реакция и что там оно работает почему мы чуть-чуть вернусь назад почему мы не можем это сделать на фотонах да потому что вот фотон попадая вот сюда в зону лучистого переноса он там начинает блуждать сталкиваться с веществом и среднее время выхода фотона из этого вещества составляет по разным прикидкам от примерно тысячи до миллиона лет я не ошибся поэтому собственно говоря мы видим фотоны которые много раз переизлучались и понять откуда они появились мы все равно вот так вот не можем подтвердить что это была термоядерная реакция ну вот про эволюцию солнца я сказал не буду останавливаться при этом зона лучистого переноса то что называется на самом деле она для фотона это наиболее скучная зона ну и по физике она наиболее скучная потому что там ничего не происходит но давайте подумаем вот дальше фотон летает в эту зону начинает переизлучаться что-то делать что при этом происходит с веществом оно греется правильно за счет столкновений за счет всего то есть у вас получается что где-то есть зона это она зависит исключительно от плотности где фотон уже начинает выходить свободно но низ той зоны подогревается то есть вы получаете как бы такую такую шарообразную плиту на которой стоит опять-таки кусок сферы можно обозвать ее кастрюлей с каши и который греется то есть собственно говоря у вас начинается конвекция вещество начинает подыматься на поверхность там охлаждаться и спускаться вниз при этом у солнца и у звезд солнечного типа конвекция немножко отличается от более мелких звезд и от более крупных звезд по той причине что по разным эффектам более мелкие звезды они полностью конвективны начиная от ядра более крупные у них зона лучистого переноса и зона конвекции иногда меняется местами из-за плотности ну и собственно говоря так конвекция которая здесь происходит это на самом деле вот есть область рождения магнитного поля почему это так так давайте я сейчас попробую все-таки запустить кино если получится не удалось не удалось так сейчас вот оно вот и значит не судьба значит не хочет она у нас запускаться обойдемся без кино но в итоге смысл такой то что я хотел сказать что у нас конвекция образует вот эту вот самую структуру гранул на солнце которые по степи плывут меняется и меняет свое положение а вот это вот темные границы у вас как раз определяется исключительно магнитным полем а почему это так и чтоб сильно не останавливаться а собственно говоря это всем знакомы закон архимеда то есть у вас где-то под поверхностью родилось магнитное поле но там где есть магнитное поле что получается а за счет того что магнитное поле может создавать свое давление а давление в жидкость у вас по всем направлениям одинаково за счет чего оно может давление выровняться убрать из этой области чуть-чуть вещества у вас получается область в которой вещества меньше чем окружающего что происходит плотность меньше сила архимеда подействовала все поплывал наверх поэтому физика она везде рабочая она везде простая на самом деле дальше уже можно усложнять описывать все это сложно но в целом это все очень просто и дальше у нас образуется фотосфера как поверхность которую мы видим и солнечная атмосфера в которой происходят те самые активные явления фактически если смотреть на солнце с поверхности то солнце это у вас такой большой постоянный магнит у которого есть северный и южный полюс то есть это обычный дипольный магнит то есть два с двумя полюсами но все было бы хорошо если бы этот магнит был постоянный и он никак не менялся ну собственно говоря мы можем определить любую силовую линию дипольного поля через квадрат косинуса широты и получить ее размеры но я тут не буду тоже останавливаться все было бы хорошо но вот как раз в районе конвективной зоны находится так называемый солнечный тахоклин то есть там где солнце перестает вращаться как единое целое а разные области начинают вращаться с разной угловой скоростью то есть поворачиваться в секунду на разные углы вот это вот собственно говоря график того что происходит на экваторе на 60 градусах вот тут на 30 то есть на экваторе солнце вращается быстрее именно угловая скорость больше то что он вращается быстрее это очевидно потому что она линейная скорость потому что у вас радиус больше но и угловая больше и получается дальше давайте вспомним о чем я говорил в самом начале что у вас плазма магнитное поле плазма тащит это магнитное поле то есть он начинает его вытягивать запутывать и получается то что называется динамомашина то есть в физике солнце это называется гидромагнитное динамо то есть фактически у вас возникает вот те самые красивые структуры которые если кто-то видел изображение там СОХО или СДО которые вот занимаются давайте еще раз попробуем вдруг где-то у нас нет все таки тут совсем не хочет идти ну ладно и собственно говоря выход магнитного поля на поверхность это те самые солнечные пятна вопрос к залу какого цвета солнечное пятно правильно ответ правильно такой же как солнечная поверхность просто из-за того что его температура ниже вы видите его как черный провал оно светит меньше но оно такое же как солнечная поверхность то есть это вот такие вот огромных размеров пятна которые меняются примерно с 11-летним солнечным циклом магнитное поле в этих пятнах примерно так от 10 до 100 раз больше чем вот здесь вот окружение пятно состоит из тени полутени ну и собственно говоря вот так вот гранулируется сейчас красивые картинки покажу несколько штук но самое главное что то количество пятен у вас меняется вместе с циклом и пятна еще пронаблюдал тот самый небезызвестный галилей и начали после этого записывать их количество и выяснилось что вот у вас получается некий цикл на самом деле когда мы говорим об 11-летнем солнечном цикле это означает что каждые 11 лет у вас вот тот самый магнитик который находится внутри который мы считаем находится внутри солнца если уж совсем грубо говорить он переворачивается то есть полностью цикл на самом деле 22 года когда у вас полюса северное опять становится северным а южное опять становится южным при этом не надо думать что что вот каждые 11 лет у нас четко делается цикл нет солнцемашина более хитрая цикл может идти там от 8 до 15 лет и даже больше бывает то есть это нет такой вот четкой зависимости в среднем 11 лет периодичность более того что когда наблюдали солнечные пятна то вот как раз в 1640 году буквально сразу там после Галилея маундер который это делал наблюдал но не было пятен на протяжении почти 70 лет вот такая вот беда была или не беда и вот дальше возникает такая большая проблема что минимум маундера на самом деле совпал с локальным похолоданием в Европе дальше вопрос зависит это от пятен или не зависит то есть вот от той самой солнечной активности на самом деле по нынешним гипотезам вполне себе зависит потому что солнечная активность у вас четко коррелирует с количеством облачности над поверхностью земли то есть с количеством облаков в атмосфере почему это так то если я успею я скажу но я боюсь что времени мне уже не хватит поэтому вот дальше начали рисовать солнечный цикл получили вот такую диаграмму которая была названа бабочками маундера из-за похожести на крылья бабочки то есть у вас пятно постепенно начинает сползать выстраивается такая вот зависимость пятно долгоживущие структуры то есть они живут по нескольку лет могут жить весь цикл поэтому это в общем не надо думать что они меняются здесь скорее то что они сползают нарисовано внизу вот их количество которое на самом деле наблюдалось сползание пятен называется законом шперера ну и в общем мы так наблюдаем и определяем солнечную активность при этом все это действует на поверхности солнца температура которого около 6 тысяч градусов а дальше мы вылезаем в корону через хромосферу в которой 10 тысяч градусов в короне вдруг оказывается что у нас в районе там полутора миллионов здесь написано 2 но это не совсем правда 2 это скорее предельная температура которая может быть в короне вопрос а как мы там так ее нагрели то или солнце точнее нагрело откуда энергия взялась как она туда пошла каким образом вот она там превратилась в тепло ответ никто не знает пока еще но считается что во первых корону сложно наблюдать потому что до последнего выходов ну фактически долгое время корона можно было наблюдать только во время солнечного затмения то есть у нас по удачному стечению обстоятельств угловой размер луны примерно равен угловому размеру солнца поэтому затмение прикрыли видно отлично что происходит в короне после этого начали делать приборы которые называются коронографы то есть проще говоря если мы объектив длинной трубы закроем кружком который соответствует угловому размеру солнца то мы можем увидеть корону потом подумали а почему бы этот самый коронограф не запустить в космос вот это коронограф который работал на СОХО это как раз вот последствия вспышки которое было то что он замусорился ну и в общем таких картинок можно найти много вопрос единственный который дали ответ что скорее всего энергия на нагрев короны идет как раз от магнитного поля от образования вот таких вот красивых арочных структур или петель то есть русская литература называется арки называются петли в общем по разному кто как хочет вот вот это вот очень хорошо видно такое изображение их выстраивалось множество моделей первая модель появилась еще в 70-е годы собственно говоря определение температуры по давлению длине петли ну и дальше как раз вот то что я сказал что петля устойчивое образование получается а диссипация то есть то откуда у нее энергия может выходить в тепло она локальна это как раз вот то свойство о котором я говорил дальше выстраивались модели пятен то есть это модели целых магнитного ковра вот такого вот я бы даже сказал что вот это не ковер а лес больше похоже но в целом пока окончательно у нас не очень понятно как чего работает вот первая модель 78 года которая используется до сих пор не проблема что не было отсутствия параметров потом они долго долго увеличились модели стали намного сложнее но в итоге не сильно то они большего дают что нам может помочь вот собственно говоря у нас сейчас паркер который пролетает вблизи солнца и меряет второе это solar orbiter европейский который тоже аппарат который после улиссов второй должен выйти из плоскости эклиптики и полететь наверх или вниз там уж как смотреть с какой стороны а но активность такая есть не только на солнце не надо думать поскольку звезды все-таки далеки то мы можем такую активность увидеть только на очень активных звездах вот например на молодых типа таутельца или вот модель магнитосферы в созвездии ориона то есть в общем то солнце обычная звезда остальные звезды работают точно так же кроме этого в районе полюсов периодически у нас на солнце возникает протуберанцы если мы говорим про петли про вспышки то это больше горячее образование протуберанцы наоборот то холодное образование мне очень понравилось сравнение что протуберанец по своему виду если на него похож посмотреть он похож на грязную штору на которую подул ветер по такому по своему изображению они иногда существуют падают обратно иногда истероптивные которые отрываются от поверхности солнца улетают но возникают они ближе к полюсам поэтому в общем для эклиптики никаких проблем они не несут а дальше с протуберанцем опять таки вопрос что это полностью зависимость от магнитного поля поэтому тоже в целом есть вот тут жалко что я фильм не покажу но собственно говоря еще одно проявление активности это солнечные вспышки то есть когда на солнце у вас появляется взрыв выделяется куча энергии примерно за от ста до тысяч секунд все это уходит на ускорение частиц на излучение как работает ускоритель мы не знаем хотя аппаратов которые все это дело изучали было очень много и остается почему это принципиально потому что это часть того что мы сейчас знаем как космическая погода то есть то из чего у нас состоит вокруг земли опять таки вокруг нас тоже определялись вспышечные звезды собственно говоря опять таки самое интересное что модель солнца с петлями вспышками и всем остальным работает для объяснения излучения от аккреционного диска черной дыры то есть модели в принципе они все равно все одинаковые то есть диск черной дыры и плазма вокруг него это аналог скажем так солнечной поверхности и короны но на этом я останавливаться не буду а фактически то что можно сказать вот это вот модель диссипации вспышки то есть появление энергии которая вызывается это было связано с процессом который называется пересоединением который тоже очень важен для космической физики это имеется ввиду что безвозвратное изменение топологии магнитного поля то есть проще говоря у нас встретились две силовые линии мы их порвали и сделали две новых то есть вот такая вот вещь и вспышка ну все было бы хорошо но идут оттуда частицы идут но на самом деле вспышка сопровождается еще таким проявлением активности как корональный выброс массы на самом деле корональный выброс массы описал еще Николай Носов незнайка в солнечном городе по-моему это было когда незнайка бегал с криками от солнца оторвался кусок и летит к нам вот это вот оно и есть то есть от солнца отрывается кусок который летит со скоростью там тысячи полторы километров в секунду причем кусочек такой хороший порядка десяти миллиардов тонн по весу ну и летит в сторону земли зачастую дальше может с ней столкнуться ну понятно что это облако поэтому раз мы все живы то ничего критичного не происходит но неприятности могут быть ну и в зависимости от того как у нас происходит вот это вот самое вспышки они классифицируются по энергии проще всего в рентгеновском излучении то есть вот у нас есть четыре класса вспышки которые отличаются по порядку излучения на по мощности излучения на квадратный метр при этом вот обычно вот здесь вот подставляются еще циферки то есть например вспышка c2 соответствует 2 на 10 минус 6 х то самый большой но не надо думать что х это заканчивается то просто буквы закончились они чем больше чем реже происходит например бывает вспышка х 20 это означает что мы здесь подставили 20 умножить на 10 минус 4 и так далее на самом деле мы не знаем какая может быть самая большая вспышка или супер вспышка на других звездах мы эти супер вспышки наблюдаем на солнце не видели вот вопрос может оно быть или нет это пока открытый пока это вопрос дальнейших исследований но одно из таких событий было то есть вот примерно соответствует x230 когда их таких событий потом было нашло найдено несколько если кто-то хочет может поискать события мияки японская аспиранг которая их в общем-то и определила из известных это вот события 775 года оно было первым описано в китайских летописях когда у вас следы этой вспышки кроме того что оно было описано и понятно что оно было было замечено по уровню c14 то есть углерода в кольцах деревьев по повышенному соображению но опять-таки повторюсь что человечество выжило поэтому вроде как и ничего ну а дальше у нас начинается гелиосфера собственно говоря началось оно с изучения космических лучей то есть еще тем самым гессом который за их открытие получил тоже нобелевскую премию подымался на воздушном шаре и смотрел на космические лучи вот это вот можно считать что это начало исследования гелиосферы но на самом деле кроме космических лучей от солнца постоянно идет поток плазмы называемый солнечным ветром самое интересное во всем солнечном ветре что в двадцать девятом году его предположил существование Чепмана только предположил ничего не описав так более или менее по отклонению комет вроде как думали что наверное есть какие-то потоки от солнца а дальше пятьдесят восьмом году американский астрофизик Паркер в честь которого как раз и назван Зон Паркер к сожалению скончавшийся в прошлом году то есть пожалуй это единственный человек на моей памяти в честь которого был назван аппарат и он еще был жив в это время вот то есть он присутствовал на запуске и Паркер описал солнечный ветер а только через год он был обнаружен экспериментально Грингаузом портрет которого если там обратно повесили можете найти ну или в зале у нас тоже много чего описывается про Грингауза но это один из создателей первого спутника начнем с этого собственно говоря проблема в том что все что мы наблюдаем это идет в районе эклиптики из эклиптики у нас выходил только лишь один американский Улисс дальше он определил некую загадку которую не могут решить до сих пор что по модели Паркера и по энергетике у нас солнечный ветер обладает скоростью 300-400 км в секунду от 300 до 400 примерно но и выяснилось что это медленные потоки а есть еще быстрые потоки которые идут в основном от полюсов просто думали что это они возникают спорадически во время активности там можно найти энергию оказалось что они существуют всегда и около полюсов та скорость составляет 700-800 км в секунду а вот там энергетики не хватает то есть надо где-то брать дополнительную энергию где брать это тоже открытый вопрос хотя модели существуют при этом как я уже опять таки солнечный ветер у нас плазма плазма за собой тащит магнитное поле и мы получаем в районе эклиптики вот такое вот красивое магнитное поле потому что там перемешивается северное и южное полушария которое было названо метко балетной пачкой почему последнее время юбка балерины в основном литературе хотя правильно все таки балетная пачка а в целом такое основное магнитное поле у вас образует спираль архимеда по гелиосфере то есть меняет направление поскольку солнце вращается а солнечный ветер идет прямо то это вот у вас спираль архимеда собственно говоря вот она модель паркера которой я уж не буду сильно останавливаться которое есть тут вообще существует несколько решений фактически вот это вот график это частицы который ну мячик который подкинули наверх он упал обратно вот это вот солнечный ветер а вот это вот обратный процесс который описывает например акрецию то есть падение вещества на ту же нейтронную звезду то есть так называемая акреция бондихойла два английских астрофизика то есть вот все оно описывается если добавить магнитное поле то все только усложняется дальше возникают еще критические точки да вот это вот критическая точка это переход через скорость звука то есть солнечный ветер у вас сверхзвуковой поток по-моему по-моему дай бог памяти по-моему что-то в районе тридцати километров секунды вот собственно говоря дальше по давлению по всему можно определить размер гелиосферы из простых соображений размер гелиосферы получается примерно 160 астрономических единиц на самом деле у нас до границы долетело два вояджера граница оказалась там переход в районе 90 астрономических единиц правда там долго спорили перешли ли они границу гелиосферы или не перешли в конце концов буквально законодательно было сказано что да вот мы вышли в звездную среду потому что вообще вот они нашли ударную волну но ударная волна поскольку расстояние у нас большие то размер ударной волны он тоже очень большой толщина поэтому вопрос где он куда вышел ну вышел в общем то опять таки их может быть несколько этих ударных волн ну и то что вот я говорил что солнце находится в межзвездном пузыре это я все пока опущу собственно говоря по исследованиям гелиосферы это все очень сложно потому что тот же вояджеры пионеры вояджера до границы гелиосферы у нас доползали в течение сорока лет фактически напрашивается сравнение моисея в пустыне то есть собственно говоря те люди которые занимались и запускали эти вояджеры гелиосферы им уже глубоко за 70 и вспомнить что там и как какие проблемы могут возникать с приборами извините уже просто нереально хотя в итоге данные до сих пор получаются и в итоге тоже идут ну и чуть-чуть буквально пару слов про магнитосферу почему столько мы внимание обращаем на гелиосферу значит магнитосфера земли это тоже было бы дипольное поле если бы не было солнца и солнечного ветра поскольку есть солнечный ветер и солнце то у нас вот это самое дипольное поле превращается вот что-то такое невообразимо сложное передняя часть определяется балансом давлений аппаратов тут вагон было проявление которое нам дает солнце вот видимо это полярные сияния которые наблюдали всегда наблюдается и на севере и на юге и в зависимости от того что к нам приходит солнце полярные сияния могут сдвигаться южнее то есть каринтоновское событие которое считается ключевым и было в 19 веке в 1861 году полярные сияния наблюдались на гавайях и кубе то есть так вот хорошо собственно говоря что нам чему нам мешает солнечная активность то что это во-первых электростатика накопления разрядов на спутниках и гибель электроники на спутниках напрочь это солнечные батареи повреждения это собственно говоря радиационные дозы это нарушение радиосвязи плюс наводки токов в длинных проводниках то есть металлических этих самых линиях то есть опять-таки каринтоновское событие состоял в том что у вас проводной телеграф который существовал в штатах работал без дополнительной генерации он просто работал сам по себе и телеграфисты которые пытались что-то подключить получали просто вплоть до токовых ожогов да и в общем то все это было не очень хорошо плюс то в трубопроводах наводки которые приводят дополнительной коррозии у нас наводки в семафорных сигналах поездов когда были отработки что возникал сигнал который не нужен и которым никто не знал ну в общем то все было у других планет тоже магнитосферы существуют то есть это вот меркурий это было удивительно что она там есть потому что он маленький не должно было быть а вот у венеры магнитного поля своего нет у марса оно было но он его потерял поэтому когда вы будете изучать марс вот остались какие-то пятна с магнитным полем юпитер как всегда у нас самое большое магнитное поле тоже у него огромное достигает до орбиты земли магнитосфера юпитера собственно говоря полярные сияния он тоже существует сатурн тоже со своим полярными сияниями а дальше два исключения уран нептун которые практически не изучались но у них поле не дипольное и вот тут возникает уже большие нюансы почему как и откуда вот на этом я пожалуй закончу потому что вот я время выбрал уже ускорялся всем спасибо кто слушал если есть вопросы то можно задать потом если модератор разрешит то можно что-то сразу да хорошо давайте да 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 здравствуйте спасибо за лекцию большое у меня к вам два вопроса значит первый что касается вот вы сказали про то что когда-то в 18 веке показывали статистику как раз солнечных пятен да и сказали что это связано с похолоданием а я посмотрел там дальше вот уже ближе к 90 нулевым вот наше время уже считаете там вспышки куда более серьезные это может быть как-то связано с потеплением там средней температуры на земле там что-то на градусы на сколько-то из чего сейчас все с ума сходят вот ну с таким вряд ли но вообще на самом деле это не подтверждено полностью а извините второй вопрос значит считал ли кто-то что вот когда солнце превратится из желтого карлика собственно в красного гиганта да примерно что будет с ближайшими к нему планетами до каких масштабов вот расширится солнце я просто не успел это сказать ну в общем землю оно съест у нас на самом деле меньше я тут еще по эволюции не сказал вот вот здесь 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 вот а можно вопрос можно с микрофоном первый вопрос такой а вот вы говорили насколько флуктуация каждый солнечный цикл количество энергии которая от солнца приходит ну меньше процента меньше процента то есть получается из того что вы сказали что основная флуктуация если она вообще важна для солнечных для климатических моделей это от образования облаков так ну в принципе да то есть даже не важно сколько приходит получается ну точнее важно но оно все время почти постоянно есть некоторый нюанс просто о нем очень долго сейчас рассказывать если хотите я потом о нем скажу потом да а второй вопрос такой вы сказали что только улис из эклиптики выходил а вроде воиджер 2 как раз тоже вышел из эклиптики и его поэтому только в южном полушарии можно принимать да но имеется в виду что именно направленные на изучение солнца это был один улис то есть что что а что а что Продолжение следует...